О выслушании каждой из этих статей Рада постановляла. Быть статье так, как написано, а прежние 14 статей, которые были присланы Хмельницким и Старшиною с Дорошенком, на Раде отговорены. По окончании Рады Гетман, Старшино и казаки заднепровских полков отправились в соборную церковь и принесли присягу. Из церкви при громе городовых пушек пошли обедать к боярину, который после государевой чаши велел стрелять из всего наряда, что не есть в полках. Статьи, утвержденные на Раде, записаны в книгу, которой Гетман и Старшино приложили руки. Неграмотными оказались обозный носач, судьи, беспалый, что был наказным Гетманом, Кравченко, Исаулы Ковалевский и Чеботков, полковники, Черкасский Одинец, Каневский Лизагуб, Корсунский Петренко, Переславский Цитсура, Калницкий Серко, Ниргородский Павел Апостол, Лубенский Засадко, Прилудский Терещенко, Нежинский Золотаренко. Вместо тех полковников, которые не были на Раде, потому что стояли на границе против татар и ляхов, приложил руку Гетман Хмельницкий. Это были Чегиринский Кирилл Андреев, Белоцерковский Иван Кравченко, Киевский Василий Бутримов, Уманьский Михайло Ханенко, Брославский Михайло Зеленский, Поволодский Иван Богун, Подольский Остафий Гоголь. Один экземпляр статей отослан был в Киев. Там их напечатали и разослали по всем полкам. 21 октября выехал из Переславля Гетман, 26-го князь Трубецкой, взял с собой Увыговских, Данилу, Василия, Юрия и Илью. Данила умер по дороге, остальные были сосланы в Сибирь. Кончил свое поприще и не чай. 4 декабря ночью воеводы князь Иван Любанов-Ростовский и Семен Змеев взяли приступом Старый Быхов, Ивана Нечая с братом, самушку Выговского, Женых, Шляхту, Казаков и Мещан многих взяли в плен живых, Многих побили на приступе. За счастливое окончание малороссийских дел князь Алексей Никитич Трубецкой получил шубу в 360 рублей, Кубок в 10 гривенок, 200 рублей при даче к прежнему окладу Да прародительскую вотчину город Трубчевск или Трубецк с уездом. Князь Федор Федорович Куракин шубу в 330 рублей, Кубок в 8 гривенок при даче к окладу 160 рублей, Да наводчину 8 тысяч ефимков. Князь Григорий Григорьевич Ромодановский шубу в 150 рублей, Кубок в 6 гривенок при даче к окладу 80 рублей, Да наводчину 6 тысяч ефимков. В Москву дошло любопытное сочинение под заглавием «Описание пути от Львова до Москвы», В котором после описания страшного опустошения Украины, Заставившего казаков снова поддаться царю, говорится «Хотя Черкассы исповедуют веру православную, Но обычаи и нравы звериные имеют. Причиной тому одна ересь, не духовная, а политическая. Начальники этой ереси ляхи, А от них научились держать ее крепко и черкассы, И мало не все европейские народы. Взяли себе в голову, что жить под преславным царством русским Уже турецкого мучительства и египетской работы. Такое дьявольское убеждение внушают им духовные греческие Метрополиты, как нам ни от одного из них случалось слышать. Мы почли за полезное написать книгу против таких ложных Дьявольских внушений, да соблюдутся люди от такого Страшного заблуждения и хулы, от которых произошло Нынешнее кровопролитие. Но о книгах будет речь впереди. А теперь изложим кратко наше рассуждение, Как надобно обходиться с черкассами. Тут автор учит, какую речь должен держать к черкассам Боярин, который будет приводить их к новой присяге царю. Потом советуют царю учредить в Москве особый приказ, В котором бы приказные люди были из самих черкасс. Эти черкассы были бы поруками за своих земляков, дома оставшихся. Надобно, чтоб с этих пор ни один гетман не выбирался на всю жизнь, А только на три или на два года. Через это и вам служилы и люди, которые только и знаете, что вопить. Вольность, вольность. Умножится вольность. Потому что ни одному только будет доставаться гетманская честь, Но многим, так как между вами много есть достойных этой чести. Через это у волосных и городских людей отнимется страх, И вскоре пустые села и города населятся. Самому царскому величеству не стыдно назваться Вечным гетманом Поднепровским, Полынским и Подольским, Потому что такое гетманство тоже, Что и великое княжество, если не царство. Смотрите, черкасы, Как прежде вы были постоянно несогласны в своих советах, Между собой убились, Так и теперь несогласны. Одни из вас хотят в гетмана Хмельницкого, Другие — беспалого, И опять готовы из-за этого драться. Чтоб предупредить между усобия, Царское величество Хмельницкому обещает гетманство по времени, Когда совершенно возмужает, А теперь пока еще молод, Лучше ему поехать в Москву И послужить царскому величеству, Чтоб сделаться достойным гетманской чести, А беспалого царское величество Поставляет гетманам на три года за его верность. Недурно было бы так же, Если б гетманство разделилось, Чтоб один гетман был на восточной, А другой на западной стороне Днепра. Принужденный возобновить войну с Польшей при невыгодных условиях, Не забирать города белорусские и литовские, как прежде, Но биться в Малороссии с малороссийским гетманом, Царь тем более спешил покончить войну с Швецию, С которой не за что было более ссориться, Ибо нечем стало делиться. Своей стороны, Карл X, Которого дела шли дурно в Польше, И который должен был еще вести войну с Данией, Искренно желал помириться с царем, И побуждал к посредничеству Курфюрста Бранденбургского И герцога Курлянского. Мы видели, что при начале войны с ним Шведские послы Густав Белки с товарищами Были задержаны в Москве. В конце 1657 года Король прислал к ним грамоту, Выражая свое сильное желание Помириться с царем, С которым, по его убеждению, Рассорили его австрийцы. И для облегчения дела Приказывал Белке объявить боярам, Что он соглашается Титуловать царя Белорусским, Литовским, Волынским и Подольским, Хотя и не водится Вносить в титул названия Областей, приобретенных оружием, Но еще не утвержденных Мирным договором. Что же касается титула И иным многим государствам, Восточным и Западным и Северным, Отчич и Дедич и Наследник, То, хотя эти выражения Странны и неопределенны, Невразумительны и темны, И можно их толковать так, Что царь обнаруживает Притязания на те земли, Которые уступлены Швеции По Столбовскому договору, Однако мы, пишет король, Согласны величать царя И этим титулом, Если он даст Письменное удостоверение, Что этими выражениями Не наносится ущерба Нам и землям нашим. Послы исполнили королевское приказание, Что не было неожиданностью для царя, Ибо королевская грамота Была отдана послам уже после того, Как она была переведена для государя. 11 апреля 1658 года На праздник Светлого Христового Воскресения Великий государь пожаловал шведских послов, Велел послать к ним своим милостивым словом, Спросить о здоровье и указал Послать им свое жалование. Стол. Через несколько дней после этого Приехал в Москву шведский дворянин Онрад фон Барнер. И 19 апреля Думный диак Алмаз Иванов Имел переговоры с послами, Которые объявили, что фон Барнер Приехал со всяким добрым делом, Которое годно на обе стороны Обоим великим государям. И хотя королю их посчастливилось С датским королем помириться по своей воле, Однако он от доброго дела не отступен И мира с царским величеством желает. Королевское величество, Продолжали послы, Изволил присоединить к нам Еще двоих товарищей, Ревельского коменданта Бентгорна и Ягана Монсона И наказал нам вести переговоры На границе в Ливонской земле За пять верст от Нарвы. Королевское величество Лучше желает мира с царским величеством, Чем с королем польским. Потому что между Швецией и Москвой Нынешняя война началась С подущения злых людей За малыми причинами. Вот почему граф Магнус де Лагарди, Посланный в Пруссию Для заключения мира с поляками, Проволакивает время, Дожидаясь известия о том, Как идут дела в Москве. «Объявите», — сказал Нета Диак, «На каких статьях Королевское величество Желает мира». «Обо всех статьях Договор будет на рубеже», — Отвечали послы. «И великий бы государь Изволил нас отпустить Из Москвы для этого дела». «По всему видно», — Возражал Диак, «что вы промышляете Только о том, Чтоб вам отсюда высвободиться». «А ученители между государями Доброе дело или нет, Того неведомо. За нами дело не остановится», — Отвечали послы. «Изволит ли царское величество Нас отпустить или нет? Только видит Бог, Что мы ради между государями Доброе дело вести, А начинать нам теперь Переговоры до освобождения нельзя. Нигде не водится, Чтоб невольные люди Вели мирные переговоры». 25 апреля послам объявлено, Что государь отпускает Их королевскому величеству И посылает на съезд Своих великих послов. Белки просил, Чтоб государь велел объявить, Кто именно царские послы Будут на съезде, Где и когда съедутся. Просил, Чтоб неприятельские действия Были прекращены, И объявлено было Свободное сообщение Между жителями обоих государств. Просил займу денег На двенадцать тысяч ефимков, Которые он отдаст На съезде московским послам, А теперь у них денег нет. Покупки искупить не на что. Просил перевести их На другой двор в город И возвратить оружие. Это будет знаком, Что они уже люди свободные. Определено, Что съезд будет под Нарвою За пять верст, За рекою, Ио не двенадцатого, Где будет посольский съезд, Туда, с обеих сторон, Будет вольно приезжать С хлебом и живностью. Деньги взаймы дадутся С порокою торговых иноземцев, И на другой двор их переведут. Не видя в ответе ничего О прекращении военных действий, Послы обратились с предложением Заключить перемирие. Бояре согласились Заключить перемирие с двадцатого мая. И если мир не состоится, То перемирие не нарушать Еще месяц по разъезде уполномоченных. Двадцать девятого апреля Послов перевели в Китай город, Отдали им оружие И позволили им и людям И ходить стрельцами по городу Для закупок. Тридцатого апреля Бояре в ответе объявили послам, Что государь отпускает на съезд Боярина-гнязя Ивана Семеновича Прозоровского, Думного дворянина Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина, Стольника Прончищева и Дьяков, Докторова и Юрьева. Определили, что съезд Будет посреди реки Наровы На мосту в шатре. Бояре дали запись, Что царский титул Восточных, Северных и Западных Не имеет никакого отношения К владениям шведского короля. А послы, в свою очередь, Дали запись, Что запись боярская Не имеет никакого отношения К тем уступкам, Которые могут быть сделаны На съезде с шведской стороны В Московскую. Орден Нащекин находился По-прежнему в царевичеве Дмитриеве городе, Когда узнал о своем назначении Вторым уполномоченным На съезде с шведами. Так как в грамоте К нему присланы Не было означено Именно где будет съезд, То он писал государю, Что всего лучше съезжаться Между царевичевым Дмитриевым городом И Ригою, Именно между Нелевардом И Керхолем На реке Угре За двадцать верст от Риги. Он боялся уехать Под Нарву на съезд И оставить в царевичевом Дмитриеве городе Войска без своего надзора. Боялся за крестьян, Которые бы в таком случае Были разорены ратными людьми. Крестьяне, Писал он, С ноября 1656 года По декабрь 1657 Собрались В девятнадцати уездах. Селятся в самых разоренных местах, Около большой дороги. Если вперед их также беречь, То на шведов От них помощь будет большая. Если лифлянские мужики, Видя милость, Обдержатся, То и к солдатскому учению Будут охотны. Не боясь сильных, Которые меня ненавидят Издалече, Как мытарь С окрушенным сердцем, Как евангельская жена-грешница, Твои великого государя Праведные ноги слезами обливаю. Во всех делах Службишки мои только объявлялись, А к совершению Не допускались Злыми ненавистями. У сильных было все больше и больше Причин преследовать Худородного нащекина Злыми ненавистями. Так и теперь царь Послал тайно грамоту К царевича Дмитриевскому воеводе, Поручая ему одному Вести самые важные переговоры, Подкупать шведских Уполномоченных, Чтоб всякими средствами Добыть заветные морские пристанища. Отец указывал на то самое место, Где после сын основал Столицу Российской империи. «Промышляй всякими мерами», Писал царь Нащокину, «Чтоб у шведов Выговорить в нашу сторону В Канцах», Неншанс, И под Ругадивом Корабельные пристани, И от тех пристаней Для проезда Карели По реке Неве Город Орешек, Да на реке Двине Город Кукейнос, Что теперь царевичев Дмитриев, И иные места, Которые пристойны. А шведским комиссарам Или генералам И иным, Кому доведется, Суле от одного себя Ефимками или соболями На 10, 15 или 20 тысяч рублей. Об уступке городов За эту дачу Промышляй по своему рассмотрению один, Смотря по тамошнему делу. Как тебя Бог наставит? А что у тебя станет делаться в тайне, Пиши к нам в приказ Наших тайных дел. Ободренный царскую Милостивую грамотую Нащекин начал настаивать, Чтоб съезд был в Лифляндии, Прямо писал к Прозоровскому, Чтоб тот ехал туда, А что ему, Нащекину, Нельзя отступить Ни на минуту от Двины. Писал и к царю, Что шведы в Риге Только и дожидаются Его отъезда под Нарву, Чтоб начать неприятельские действия. Царевичевым Дмитриевым городом Больше всех городов Сдерживаются Литва и шведы. Только надобно, Чтоб он был наполнен Ратными людьми, Как Псков, А то мне к литовским людям На заставы посылать некого. Так нельзя ни войне, Ни миру быть. Лучше всякой силы промысл. Швед всех соседних Государей безлюднее, А промыслом над всеми Берет верх. У него государь Никто не смеет Отнять воли У промышленников. Представления Нащекина Насчет съездов Остались напрасны. Приговоры утвержденного В Москве С обеих сторон Переменить было нельзя. И Нащекину был прислан Подтвердительный указ Ехать к боярину Князю Прозоровскому. Но тут новая беда. Шведы проведали, Что самым несговорчивым Послом будет Нащекин, Которому хочется Стать твердую ногою В Ливонии у моря. И вот пошла Челобитная в Москву. Царю-государю Бьет челом холоп твой Афон Канащекин. Нынешним, государь, В 167-1658 году С сентября 29-го У твоих великих послов В деревне Яме Были из Нарвы От шведских послов Королевский дворянин И переводчик И с твоим переводчиком Иваном Адамовым Приказывали князю Ивану Семеновичу «Будто от меня, холопа твоего, Твоему посольскому делу Чинится нарушение». Семеновичу